ребята всем привет с вами александр мир южского периода у нас прилетела очередная обнова давайте посмотрим что у нас в этой обнове появилась так первое вот это вот розыгрыш призов в общем то есть такая вот ерунда где-то на тут вот тут торчит каждых ну 20 часов тут получается вот эти вот кнопки которые мне сейчас светятся светятся сереньким они были активны и тут было написано посмотреть ролик вы смотрите один рекламный ролик и потом там через каждых 20 часов обновляется приз который в этом типа инкубаторе находится в общем да я посмотрел ролик а потом предоставляется возможность вот первые две карточки за деньги то есть ну за монетки обычные там купить я купил то есть 10 карточек пахицерат опса вот этих вот точнее карточки это как жетончики билетики какие-то как она там все будут в конце работать не знаю но по истечении 19 часов нам по ей должны должны будут дать вот вот такую штуку но и вот такую штуку на это шанс ребятка видите с шансом то есть у меня 10 10 10 карточка карточек в которых шанс 1 процент получить пахицерат опса 60 процентов получить мясо ну и короче какая-то такая ерунда но в принципе вот эти же карточки никуда не делись которые ежедневно раздаются это все дело еще у нас также осталось что у нас поменялось еще давайте сразу покажу поменялась нас бесконечная битва там стала просто жесть какая-то смотрите вроде как галимима ланка стегоцефал да вроде все нормально вот только вы посмотрите какого не уровня там уровень 2000 2000 2300 и смотрите сколько у них жизни то есть они подгоняются под самых сильных то есть 5000 удару галимима 14000 жизни так это это они как юдон у меня юдона нет такого сильного под кого они тут подогнали галимима дичь полнейшая аланка 88 тысяч на три тысячи это что-то сродни эрлифозавра и стегоцефал 9 на 3 700 это вот тоже эрлифозавр примерно точнее ну это как будто бы какие-то уровни юдона также у нас еще ожидается по 6 новых животных но пока что еще не огласили какие именно это будут животные так о смотри у нас появилась какая-то информация про динозавра по моему здесь да можно будет зайдя про динозавр какую-то информацию про него почитать смотрим не классно на и донам воспитывайте своих животных касаниями воспитывайте но будьте аккуратны не надоедайте им вот так смотрите у нас появился словарь существ вот какая-то штука появилась а вот мы смотрите эволюция а блин я их не сделал то есть когда у вас будет динозавр прокачанный на максимум давайте сейчас выберем кого-то другого динозавра допустим пирораптор вот смотрите энциклопедия вот смотрите и у нас доступно можно посмотреть какие у него есть уровни то есть еще мне за это награду какую-то отвалили о вы знаете что пирораптор весил от 45 до 68 килограмм примерно как взрослый ротвеллер так а тогда давайте мы есть еще на словарь существ так что это у нас такое так используйте слова существ чтобы ознакомиться с информацией а ну это мы принципе уже знаем да как бы давайте вот ну тиранозавр но тут надо это понимать перейти и потом просто открываем и ух ты тут каждого можно зайти получить какую-то награду вы знаете что тиранозавр рэкс превратился в древнегреческого переводится с древнегреческого языка и латыни как король ящеров тиран но вот мы знаем так так высота тиранозавра рекса до бедра составляла 4 метра такую же высоту имеет взрослая самка жираф до бедра то есть до задницы так и у тиранозавра рекса 58 зубов обычно их примерно 50 и что у нас еще первый тиранозавр рекс клонированный корпорации engine получил прозвище рекси в общем там есть на где покопаться такая вот у нас интересная штука кстати допустим что у нас про индоминуса тут расскажут вот давайте индоминус почитаем ухты смотрите еды мне дают название индоминус трекс означает свирепый или неукротимый король это я принципе даже не знал наверное рождение индоминуса стало возможным благодаря модификации имеющихся в лаборатории генетика хочу хаммада днк ладно так рево индоминса рекса может достигать 140 161 этого такого шума человек может оглохнуть шуму при взлете карчика боинг 747 шумит отличительными украшением головы индоминуса рекса является очень прочный остеодерм защищающий череп от нападений то есть короче там роговые пластины по факту так ну и не знаю слова существа травоядные ну это просто способ перехода антишность допустим здесь на что про гибрида про гибридов тоже что-то напишут давайте осмотрим так название лимна ринг означает болотный клюв ухты прикольно связано с тем что этот зверь предпочитает питаться рыбой небольшими амфибиями очень прикольно так либо крыт шипами от кончика хвоста до кончика носа короче клюва так эволюция 3 равный 34 килограмма вес лимна ринка близок вес взрослого лабрадуделя это собака такая смесь лабрадора и пуделя наверное так вы знаете что лимна ринг амфибия он может нырять на глубину до 12 метров ну тут уже ребята пофантазировали прикольно получилось ну да то есть и это каждая эволюция у нас меняет окрас животного то есть это все все четко сделано очень прикольно ребятки ну вроде как что хотел то рассказал еще какие-то скидки на рынке на рынке должны у нас быть но это мы уже будем знать попозже так 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 насчет юдона юдона по-прежнему вывести нельзя был было после обновления какой-то короткий промежуток времени когда можно было вывести а сейчас опять нельзя так как видите если зайти в к ютира носу то у нас к сожалению кнопка скрещивания недоступна ну раз мы уже сюда зашли давайте тоже про него что-то прочитаем ютиранос означает пернатый тиран причем слог ю взят из северных наречий китайского языка так эволюция 2 ютиранос инжена один из немногих клонов сохранивший свое оперение так и на третьей эволюции вы знаете что ютиранос жил в раннем меловом периоде там где сейчас находится северо-восточный китай так и ютиранос родственник тираннозавра рекса считается крупнейшим пернатым динозавром и тераподом ребятки ну вот когда мы уже тут нас теперь нужно будет идти и посражаться вот примерно сюда ну что давайте начнем у меня есть чудовище глубин ну это будет наша разминка тут вроде бы как ничего не поменялось а вот насчет турнира за мау и завра вот тут у нас по-моему все не так уж просто смотрите кто у меня в противниках это хорошо если будет такой один такой бой мне кажется сделали вообще хуже еще хуже чем было было вроде последнее время как неплохо сейчас непонятно что за ситуация ну давайте будем разминаться так сказать и красивая заставочка нас мелькнула новая красивая заставочка так ну то смотрите я да не помню чтобы мне вообще раньше попадались сороковые противники кого раньше не было в общем-то стало как-то все сложнее бесконечную схватку там вообще нереально сражаться и здесь противники стали сильнее но надеюсь им дойдет скоро они сделают так как было раньше потому что это жесть так балладин у него остался и вообще все идеально я остался жив на волосок этого более чем достаточно чтобы но тут все порешать всех и вся так он проатаковал на все линии на все пропустил свою атаку ладно 24 я вот тут балладин пропустил у него который я накидывал на атаку свою посмотрел на компьютер пропустил так 5 баллов попробуем пробиться ура запаса но это был первый бой ну насчет водных битв я как бы не переживаю здесь вроде все довольно спокойно несмотря на вот это вот рост сложности а вот следующего тут турнир за мавиазавра меня настораживает и красивая снова заставочка ну как-то по-моему тиранозавр слишком много ему места оставили его надо было как-то подвинуть пиродактилю больше места дать то он вообще такой крохотный стегозавр неплохо получился так ну смотри опять все сороковые ну такое дело в принципе не страшно здесь это вот все дело он подменится и мы подменимся будем атаковать ну давайте угрызнем его разок ну за два удара я должен его добивать два косаря ребята вот это он фигарит это была ошибка давайте поднакопимся про атаковал на все это вообще шикарно ума назарик свою роль сыграл пять двести шестнадцать представляете себе ребята даже не знаю зачем я поставил два в защиту наверно не надо было защищаться ну потому что два недостаточно так а ну тут что у нас будет сейчас раз два три 800 блин не хватило представляете себе фигушки я выжил фигушки я выжил фигушки я выжил фигушки я выжил Так, ну и теперь у нас Хайнозауры Так, кто у нас тут самый жирный? Он, потом он и он Ну давай, пусть будет так Покажем мы, где хайнозавры зимуют Накапливаемся Никуда не спешим И он решил подкопиться Ну что, ребятки Какие же у нас будут шесть новых животных? Ну ждем Может брахиозавра хоть ведут? Длина шеи будет у нас там какой-то Так, кого бы еще там? Гиганатозавр Например, подожди У нас же нет гиганатозавра Или есть? Вылетел из головы? Ладно, пропускаем Так, все понакатанное Два-два-два-четыре Дважды-два-четыре Это всем известно в целом мире Так Ну все, кранты тебе Вот так Так, ну а теперь у нас там идут дальше Даже вот не знаю, чем их убивать Три метре афодона Ну ладно, там можно взять апатозавра Можно взять сигнозуха И какого-то хищника Распетлять А можно хищника и не брать Зачем нам брать хищника Если травоядный будет бить с большим бонусом Значит урхозавра надо взять туда Сейчас попробуем Так, ну давайте Так, он будет бить по две тысячи Блин, но это ядрё намного Это очень много Не знаю, давай апатика возьмем Потом вторым однозначный сигнозух И допустим урхи пусть будет Ну будем сейчас что-то думать Он, думаю, будет атаковать Три 339-й Его, короче, заклинило Два поставим Ну всё, дальше ставить уже не будем Потому что у него уже баллов достаточно Чтобы меня завалить Я думаю, сейчас это и произойдёт Так, четыре Атака на все четыре На два Это очень подло Так, у нас проблема Я вот это решил завалить его апатазавром А всё-таки не стоило Он атакует всего лишь на два Плохо дело Надо подставлять бедняжку урхозавра Потому что слишком много баллов У Метриафадона Вот он, смотрите, и все баллы ещё и перенёс Сволочь-то такая На шесть атакует Нехорошо Можно пролететь очень легко, ребята Один Два Три Раз Два Три Четыре Пять Ну вот, смотрите Если я не поставил пять Я бы точно проиграл Сейчас не знаю, хватит ли ему выжить или нет Шесть Да, хватит как раз Ну два я не выдерживал бы Вот просто На тоненького На волосок, ребята Метриафадона Три штуки Это издевательство Ну если бы вот ещё Следующий бой будет тоже Три метриафадона То я даже не буду, наверное, его проходить Смысла нет Ну, как бы не интересно Да, из Кем его там проходить-то Слишком большая сила удара Если бы у меня был юдон Было бы классно Чё-то, ребята, по-моему, зависло Ух ты Ё Что только что произошло Опять Чё-то игра подвисает Смотрите И нам предлагают Всё то же самое Какая-то Ерунда Так Тут вообще таких Таких вариантов У нас даже нет Два удара Никто не выдержит Сигнозув Будет бить больно Дальше вот Не знаю Ну, допустим Можно в качестве мяса Взять одного Потом взять Такого же Метриафадона Ну, вот так Допустим Попробуем Ну, один я выдержу На это и расчёт был А теперь А теперь Переносим Три А следующий ход Дадут Три балла Так, у него По нулям Раз-два 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 Так, если он атакует То у нас всё хорошо Если нет То То Большой Ну, вот я не буду Защищаться Я его Тридцатым добью Если что То я и не мог Защититься У него было Пять А у меня было Три Он бы меня За два балла Пробивал В любом случае А я его Два балла Убил Один сверху И четыре Про запас Так, ну Второй бой Получился Ещё легче Чем первый Ну и третий бой Конечно же Три метре Аддона Кто бы Сомневался Ну вот Игра тормозить Начала После обновления Таких лагов Не было раньше Та-дам Три метре Аддона Кто бы Сомневался Эрлифозавр Нет Это слишком Жирно Так Такого Ну Индоминус Будет нашей Жертвой Как ни Странно Он просто Выдержит Один удар Так Печаль Беда Вот тут Мы проиграли Потому что Он сейчас Меня атакует На два А я его Не смогу Вынести Такой Блина Взял И за два Удара Завалил Ну Теперь Что Нет Для этого Я могу Вынести За два Но я Не смогу Защититься Ситуация Безвыходная Ребята Безвыходная Атакую На два Он меня У него Будет Три Бала Он Пробьет Мою Защиту Если Я сейчас Поставлю Два И Один Ну 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 так Я дольше Проживу Просто Дальше Не знаю Что делать Он Меня даже Не проатаковал Ну Ну Нет шансов Ребята Нечего Делать У него Еще и Пять баллов И Атакуют На четыре Вот Гаденыш Понимаете Он Меня Все равно За два Бала Убьет Хоть Так Хоть Так Даже Если Был Сейчас Не Поставил Он У меня Убил На Следующий Ход Никак Здесь Никак Было Ситуация Изначально Была Проигрышной Так Ну У меня Принципе Сейчас Даже Некем С ними Сражаться Некем То есть Если Тут Нужна Сила Удара Мне Чтобы За два Удара Убивать Нужно Если Я Не Могу Его Убить За два Удара То То Дело Дело Печальное Вот У меня Ни у кого Нету Даже Больше Пяти Тысяч Жизнь Вот Прикол Но Сейчас Некем Сражаться Ну Вот Выдержать Может Только Вот Он Ну Я Веду Начальный Там Один Удар Придется Ждать Пока Кто Там Освободится Ну Они Все Освобождаются По Целому Дню Так Что Ну Его Баню Этот Турнир Ребята Ну Зачем Мне Тратить 500 Долларов За Индоминус Или За Кого То Ну 17 Часов Еще Есть Но 17 Часов Это Не Два Дня И Представляете Обладатели Самого Сильного Удара Это Вот Летуны Ну Хотя Вот Сигнозуха Можно Взять Ну Все Так Вот Так Вот Проще Взять Бой Травоядными Ну У нас Вряд ли Получится Здесь Что Нибудь Порешать Пойдем Пойдем По нашей Классической Стратегии Так У него Будет Три Бала Давайте Еще раз Поставим Защиту Мы Это Можем Себе Позволить Ну Смотрите Какой Гадин Ну Давай Сейчас Уже Не будем Ставить Он Просто Любит Гад Один балл Себе Оставлять Атакует Не на Все Балы Ну На Этот Раз На Все Так Первого Мы Пройдем Без Проблем Ну Ничего Сейчас Даже Повеселее У нас Пошло Все Дело На Три Опять же Один балл Гадиныш Себе Оставил Мне Нужно Атаковать На Три И Три Перенесу Вот Опять Не поставил Защиту Гад Но Он Знает Что У меня Есть Три Бала Ему Нужно Атаковать Минимум На Четыре А у Него Всего Лишь Пять Но Он Атакует На Три Почему Он Атакует На Три Если Нужно Было Четыре Минимум Ладно Пофигу Мы Победили Я Сделал Это Ребята Линкогейм Рулит Ставим Лайк Я даже Не Рассчитывал На То Что Это Получится Замочить Девять Метриофодонов Ужас Подряд И Еще Не Выкупая Ни Одного Динозавра И Без Юдона Сорокого Хорошо Что Мне Юдон Не Попался С 14 Тысячами Жизнь Хотя Мне Амфибии Побольше Амфибии Может Было И Проще Даже Та Дам Ну А за мясо Я уже Сражаться Не буду Ребятки Пальчик Вверх И До Скорых Встреч